всем привет очередная посылка с алиэкспресс вот такой коробок вообще невесомый невесомый полностью наверно самая легкая посылка что не на есть что было у меня так где же где же где же чтобы аккуратно было не было где вижу там и кстати это очень хорошо продавец ответственный я примерно понимаю что внутри молодец что для того что внутри использовал блин вот такой большой коробок человек понимает что это может дело пострадать я ж надеюсь хоть и не сильно многое там этого дела и заказал надеюсь же что она придет целости и сохранности поэтому продаван молодец вообще можно сказать красавчик так ух ты еще еще здесь еще что-то стоп а что это но я я жду вообще-то светодиоды что это за пакетики пакетики с семенами нет не семена слава богу а вот так кстати смотрите как это все упаковано нифига себе нифига себе нифига себе вот это чувачок то все красиво все написано все подписано сейчас посмотрим что же тут написано и подписано т6 т6 светодиод тот самый 3 тот самый xml тот самый т6 ничего себе в про которые я вам показывал уже фонари с ними как они светят делал сравнительное видео и вот он теперь пришел отдельно на подложке подложка но я тут не пойму одна штука наверно ван и подложка какая уже будем мерить дальше так т6 на другой подложке т6 вот он но на другой подложке так xml 2 тоже на маленькой подложке кажется это 16 миллиметров подложка ну для разных фонарей разных фонарей разные линзы корпуса под диоды поэтому так это тоже xml 2 но 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 тоже на другой подложке так открываем что нам классные пакеты как их называют антистатические что лили нифига себе думал она открывается это запайка он как стеклянный какой-то чуть ли не рассыпался нет честно первый раз сталкиваюсь с этим это не прикол вот мои просто впечатления вот такие пакеты так алюминиевая подложка кстати да это алюминиевая подложка диод сам светодиод с подложкой чуть дешевле вот он xml 2 не знаю как там с фокусом дел дела обстоит камера у меня не супер но вот именно вот это я вижу его что это xml 2 2 контакта подходят желтый кристаллик расположенный на серебристой подложке это у нас есть xml 2 в данном случае в данном случае в данном случае берем штангенциркуль и замеряем все это дело диаметр подложки ну вот двадцатка 20 миллиметров и замеряем светодиодик подложка его должна быть 5 4 9 на 5 на 5 ну вот примерно примерно все соответствует и вижу я что это он так есть дальше xml 2 на на медной подложке кажется да тяжелее нифига себе медная толстая подложка посмотрите какая она толстая чувствуется сразу разница в весе 1 и 4 здесь на меди алюмишка ну то алюмишка сама по себе просто легче тоже 1314 но этот намного легче здесь вот такая вот медная подложечка и опять же опять же xml 2 это он это он ленинградский почтальон вот опять же подложка видите как как бы медная более качественно выглядит 20 миллиметров грубо говоря 19 9 и подложка сама для кристалла пятерочка пятерочка и сам кристаллик тоже видно что 300 лекси xml 2 2 контакта подходят ну это он есть дальше т6 т6 не помню сейчас будем замерять заказывал на разных подложках т6 почему заказал больше и как бы знакомые у знакомых фонари еще со светодиодами xpe q5 откровенно светят слабенько по сравнению конечно с т6 поэтому им заказал вот т6 рачки по диаметру именно по диаметру фонаря именно потому по подложке того светодиода вот т6 3 контакта подходит как видите на зеленой подложке сам кристалл расположен тоже 5 на 5 сама подложка под кристалл зеленая подложка а тут уже у нас идет подложка вот алюминиевая не помню какого диаметра сейчас посмотрим 14 13 13 кажется или 14 что-то 13 миллиметров то есть примерно 13 13 14 миллиметров вот тоже для фонаря так давайте дальше т6 на другой подложке по другому диаметре по другому диаметру подложка люми алюминиевая тоже так 16 наверно до 16 миллиметров диаметр и тоже и тоже и тоже тоже т6 но фокусируйся что ж ты тоже т6 вот он вот он такой вот т6 классный и мощный светодиод стоит их покупать именно их чтобы перепаять вместо вашего например посмотрите если есть у вас сонари если там стоит q5 светодиод который еще меньше вот этого с виду так эти светодиоды маленькие что-то шестые что вот xml вторые актив 5 еще меньше еще меньше так визуально мне у меня нету его показать вам поэтому присмотритесь у 5 откровенно такой голубой бледн блеклый такой свет так а это у нас это 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 второй xml2 только вот он на вот такой маленькой подложке тоже можно его это будет вообще бомба если вы его вот в замену по диаметру он как раз подойдет в тот фонарь где у стару установлен xpe q5 над если вы вместо него впаяете вот этот вот с этой подложечкой вот этот xml 2 будет вообще фонарь преобразится будет у вас бомба они фонарь поэтому стоит все это дело заказывать своими руками перепаять ничего там сложного нету вот видите xml 2 2 контакта серебристая подложечка опять же подложечка 5 на 5 да вот 5 на 5 миллиметров перепаяйте и посмотрите что это что это и как вы своим фонарем не нарадуетесь этим изменениям ну и давайте проверим светодиоды на работоспособность проверять будем с помощью мультиметра обычного переводим мультиметр мультиметр в режим прозвонки и теперь соблюдая полярность в данном случае полярность мы знаем так как кристаллики припаяны на подложку а подложка светодиода еще на одну подложку где указан у нас полярность плюс минус вот на каждом из светодиодов мы согласно полярности используем щупы и вот что мы в данном случае наблюдаем немного делаем затемнение плюс минус и вы видите светодиод открывается и вот так вот светится плюс минус и светодиод рабочий дальше это был у нас xml2 дальше xml2 но на медной подложке тоже вот так вот имеется свечение светодиода рабочего который работает и открывается так но нет не хочет ну смысл понятен и без фокуса так т6 у т6 не такая яркость в данном режиме но в принципе все также полярность и видите светодиод открывается и вот так светится так т6 другой т6 сам светодиод меньше чем или второй поэтому все свет все светодиоды рабочие нас вот у нас еще или второй на маленькой подложке все готово если поменять полярность светодиод открываться не будет ссылочки оставляю там где заказывал в общем то видите все классно пришло упаковано супер я например не ожидал я все думал как он их там завернет думал какую-то клеенку завернет сожмет так в кулак и отправит мне нет все классно все цивильненько на сегодня все в дальнейшем перепаяю покажу как фонарь светил до этого и как будет светить подписывайтесь на мой канал всем удачи и до следующих видео